Добрый день! Меня зовут Наталья Дмитриева. Я являюсь индивидуальным предпринимателем, реализуюсь в разных сферах. Вот, например, сейчас являюсь поставщиком товаров для Валберис и Озон. А сначала искала лоты, хотела найти такой лот поменьше. Присматривалась в оргтехнике, ближе где-то к этапу экзамена диплома. Уже стала следить конкретно за тем лотом, который сейчас я приобрела. Я выбрала машину Renault Logan. Машина находится в моем городе, в Санкт-Петербурге. Плюс она в хорошем состоянии, на ходу. В принципе, с ней все в порядке. Я оценила на рынке, на авито, сколько может стоить такой объект, сколько стоят такие похожие машины. Выбрала этап, на котором было бы достаточно рентабельно, максимально рентабельно машину купить. Потом еще немножечко подождала. Решила немножко сократить свою прибыль для первого раза. Может быть, она будет чуть маловато для такого вот мероприятия, покупка-продажа машины. Но мне хотелось поучаствовать, действительно выиграть и получить такой положительный опыт. Поэтому я в какой-то момент решила брать ее на этапе чуть раньше и обогнать конкурентов. И мне это удалось. На том этапе, на котором я решила участвовать, конкурентов не оказалось. То есть я была одна. Был этап с ценой 226 800. Я сделала свою цену 231 779. Как нас учили, добавила рубли. Ничетные цифры. Конкуренты, следящие за машиной, тоже были. Конкурс направляющий по телефону мне сказал, что да, вот люди уже звонили, спрашивали, что там вот кто-то, чья-то заявка. То есть чуть-чуть не успели. Такая стратегия сработала, да. Чуть-чуть я обогнала. Тех, кто тоже хотел уже вот в следующем этапе войти. Дальше мы уже только по цене конкурировали. В принципе, никаких проблем с осмотром машины, поскольку у меня был отчет, не возникла. Следила, но видела, что новых заявок нет. Почти понятно было, что это одна моя заявка висит. Я ее выиграла. Все равно достаточно волнительно наконец получить протокол и видеть там свою или фамилию, как победителя в этих торгах. Такой вот первый очень волнительный опыт, конечно. Я очень рада, что все так прошло глазенько. Я вот победила в этих торгах и взяла на ту машину, которую я хочу. Вот для продажи своего лота машины Renault Logan я провела предпродажную подготовку. Машину помыла, почистила салон, почистила багажник. Продавать решила за 260, как планировала по таблице ликвидности, то есть к чистой прибыли 28 тысяч рублей. Столкнулась с таким подводным камнем, как изменение ситуации на рынке. Пока делала просчет на тех машинах, которые были на рынке в тот момент, средняя рыночная цена выходила вот такая. От нее я снижалась и моя цена в 260 тысяч рублей была очень активная, выгодная для рынка. К тому моменту, пока весь процесс прошел, торги состоялись, я их выиграла, мы обменялись договорами. И когда я реально получила машину, на рынке появились в моем городе такие же аналогичные машины, дешевле, что-то поменялось на самом рынке и что-то там сменилось с покупателями. В общем, ситуация немножко переигралась. Вот. Поэтому у меня был план Б. Муж отвез машину в салон, он в реализацию сдал ее, поставил такой комиссионный магазин, салон, который будет эту машину продавать. Человек был найден заранее тоже, пока у нас были покупатели, которые звонили по объявлению на Авито, в том числе были несколько таких договоренностей, которые мы в случае чего можем машину отвезти. Вот. Поэтому, что я могу порекомендовать новичкам, следить за ситуацией на рынке постоянно, и анализировать ее и до, и как-то во время. И потом все равно придется после, и на случай, если что-то поменяется, иметь план Б. Очень рада, что попала на обучение в Академию, потому что весь тот путь, который я прошла, он достаточно понятный. Но весь состоит из маленьких шажков, которые вот в такой длинный путь выстроить, помогли уроки, понятные, обучающие. Мне нравится, что есть шаблоны на каждый шаг. Мне действительно очень удобно и вполне комфортно по такому шаблонному пути идти. Новичкам порекомендую не топтаться в районе оргтехники, сразу двигаться к интересным лотам, потому что на самом деле никакой разницы в итоге нету. Пишем одинаковые письма, одинаковые запросы, составляем шаблончики, делаем шаблонную заявку, участвуем. То есть нет ничего невозможного, особенно когда с нами есть подсказки, обучение, есть куратор, которому можно задать вопрос. Поэтому пожелаю всем удачи в первых торгах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова